поток совершенно грязных оскорблений от самих фоменковцев в разных социальных сетях. Ну и можем, соответственно, теперь продолжить и пойти куда-то дальше, посмотреть, какие еще аргументы используют фоменковцы, чего они стоят и насколько они релевантны. Утверждения о какой-то особенной научности новой хронологии, якобы противостоящей приблизительным неточным методам нормальной исторической науки, они основаны на якобы очень точных астрономических вычислениях, которым прибег Фоменко, и якобы, опять же, точных математических методов при анализе, статистическом анализе нарративных текстов, которые он использует. Начнем мы с астрономии, хотя это совершенно не близкая мне наука, но, тем не менее, есть какие-то основные вещи, о которых мы можем поговорить. Я не буду, сразу скажу, касаться датировки звездного каталога Альмагест Клавдия Полемея, так как это очень специальная астрономическая область. Но отмечу только, что существует развернутая критика всех фоменковских спекуляций на эту тему астрономом Юрием Николаевичем Ефремовым, одним из ведущих российских астрономов. И вот с его работами именно в этой области, как, впрочем, и с другими работами в области новой хронологии, можно ознакомиться в сборнике «История и антиистория», изданном в издательстве «Языки славянской культуры» в 2001 году. Вот там можно все почитать, там можно оценить астрономические аргументы, которые использует Фоменко, который против него выдвигает Ефремов. Я же буду касаться в основном той области, где астрономические данные, астрономические тезисы Фоменко можно сопоставить с нарративными, письменными, историческими источниками и посмотреть, что из этого сопоставления выйдет. Ну, астрономические спекуляции, даже скорее астрологические, в области новой хронологии начал, как известно, ее основатель Николай Морозов, который обратил внимание на так называемые затмения Фукидида, описанные этим греческим историком в его книге, где рассказывается о первых десятилетиях Пелопонесской войны между Афинами и Спартой. И вот в книге Фукидида, во второй книге, в 28 главе, есть следующий текст. Я прошу сразу прощения за свое корявое греческое произношение. Все-таки я греческий учил четверть века назад и, наверное, уже почти все позабыл, но тем не менее. Го Хеллиус экселепи мета миссимбриан, кай палин анаплорути геноменос меноидис кай астерон тинон экванентон. Вот, вот так вот. На всякий случай я этот текст прочел по-гречески, хотя, понятно, филолог-классик прочтет его гораздо лучше. Вот, есть несколько переводов этого текста на русский язык. Я вам зачитаю перевод Стратановского, как бы, как более филологически точный и принятый, как правило, в современных научных изданиях. Звучит это так. Тем же летом в Новолунии, когда это, видимо, только и возможно, после полудня произошло солнечное затмение. А затем солнечный диск снова стал полным. Некоторое время Солнце имело вид полумесяца, и на небе появилось даже несколько звезд. Если брать совсем, вот, буквальный, дословный перевод этого отрывка, то звучать он должен примерно так. Тем же летом в Новолунии, как и единственно, думаю, существует возможность, солнце затмилось после полудня и обратно восполнилось. Стало полумесяцем, и звезды кое-какие воссияли. Вот обычная историческая хронология относит это событие к 3 августа 431 года, когда астрономические вычисления дают кольцеобразное солнечное затмение. Это 51 затмение 48-го Сароса. То есть, в двух словах поясню для тех, кто вообще никогда не интересовался астрономией, затмениями и так далее, и так далее, и так далее. Что это такое? Сарос — это период, в течение которого положение Луны и Солнца друг относительно друга и относительно Земли примерно повторяется, и, соответственно, затмения повторяются примерно в прежнем порядке. Этот период составляет примерно 6585 дней. Соответственно, вот 51-е затмение 48-го Сароса — это значит, что в этом цикле, предполагаемом астрономическом цикле, это было 51-е такое затмение. Что такое кольцеобразное солнечное затмение? Это затмение, когда Луна находится от Земли достаточно далеко, и, соответственно, его тень не полностью закрывает нам доступ к тому, чтобы видеть Солнце. То есть, грубо говоря, вокруг лунной тени при прохождении его через Солнце образуется вот такой ободок из света, в течение которого, соответственно, видимость Солнца сохраняется. В отличие от полного затмения, когда тень Луны закрывает Солнце полностью, и видна только Солнечная корона, в общем, становится на какое-то время практически ночное небо и так далее. Вот кольцеобразное затмение, оно является не совсем полным, но, понятное дело, в той полосе, где не полностью ложится лунная тень, оно может быть вообще частичным. И вот таким кольцеобразным затмением было затмение 3 августа 431 года. И вот от этого затмения отсчитывается триада фукидидовых затмений, которые тоже описаны в этой же книге фукидида, и куда входит Солнечное затмение, относимое исторической хронологией 21 марта 424 года, и Лунное затмение, относимое к 27 августа 413 года. Вот Морозов первым заявил, что это не может быть затмением 431 года, так как это затмение 431 года было кольцеобразным, а не полным, и в то время как звезды, которые упоминает фукидид, могут быть только при полном затмении. И вот по всему случаю Морозов предложил считать фукидидовым затмением затмение 2 августа 1133 года. Это 43 затмение 102 сароса. В данном случае Морозов с утверждением, что это затмение, описанное фукидидом, было полным, и поэтому надо искать полное затмение, прямо противоречит тексту самого фукидида. Смотрите, во-первых, у фукидида употреблено однозначно совершенно слово менеидис, полумесяц, что никак не может соответствовать полному затмению. Ну, вспомните даже то же слово о полку Игореве и так далее, то есть, если говорится о том, что солнце похоже на месяц, то, ну, ни о каком полном затмении уже говорить не приходится. Во-вторых, фукидид сообщает, что солнце полин анеплироти. Что это означает? Ну, слово полин нам всем с вами хорошо известно из русского языка, в котором есть грецизм полиндром, то есть, обратно бегущий. Полин обратно, дром бегущий. То есть, это значит, что с солнцем произошло нечто обратное тому, что с ним произошло перед этим. Что же означает слово анеплероти, которое мы переводим как восполнилось? Вот давайте поищем аналог употребления этого слова в других греческих текстах. Мы их легко там найдем. В афинской полите Аристотеля рассказывается, что знаменитый реформатор Салон произвел увеличение мер весов и монеты. И мина, имевшая прежде, мина это как бы такая, что называется, денежная мера, имевшая прежде вес в 70 драхм, восполнилась анеплероти до 100, то есть, нечто бывшее неполновесным, 70, стало полновесным, 100, то есть, восполнилось. Вот нетрудно понять, что этот образ соответствует не ситуации, когда солнце исчезло, а потом появилось вновь, а когда оно было сначала частично видно, потом стало снова видно полностью. То есть, и слова минаидис, полумесяц, и слова анеплероти, они соответствуют именно частичному, кольцообразному затмению, а не полному. То есть, Фухидид дает два прямых, ясных указания на то, что затмение было неполным. Солнце восполнилось, солнце стало месяцем. Новая хронология противопоставляет этим двум прямым утверждениям гипотезу, основанную на косвенном факте. Причем на косвенном факте, относящемся не к виду солнца, а к тому, что на небе звезды кое-какие воссияли. Обратим здесь особое внимание на греческое слово тинон, то есть, какие-то, кое-какие, некие. Вот понимаете, Фухидид был серьезным писателем, который хорошо подбирал слова. И, конечно, если он написал, не звезды воссияли, не звезды стали видны, а звезды какие-то или звезды кое-какие воссияли, то он хотел этим высказать мысль, что вот этих звезд, которые, как бы, можно было увидеть в ходе этого затмения, было совсем немного. Ну, и поскольку, как бы, в общем, это хорошо известный факт, что и в Вавилонии, и в Древней Греции, в общем и целом, планеты рассматривались в качестве звезд, отсюда, собственно, выражение утренняя звезда и вечерняя звезда, еще очень долго все не знали, что это одна и та же звезда Венера, то с очевидностью здесь говорится о планетах. У Фухидида нет никаких признаков того, что он в своих текстах различает звезды и планеты друг от друга. Вот. И дальше Фоменковщина уже сталкивается со следующей трудностью. Тот факт, как бы, тот тезис, что Марс, Венера, Меркурий не могли быть видны Фухидиду, там, где-то в восточной части Средиземного моря, потому что мы не знаем, где он находился на момент этого затмения. Он мог находиться в Афинах, где это затмение было видно чуть хуже. Или, может быть, он находился в Афракии, где он, скажем, провел остаток своей жизни, и там, понятное дело, эти звезды было видно чуть лучше. Что вот утверждать, что, скажем, Венера, Марс, Меркурий, особенно Венера, не могли быть видны Фухидиду, ну, невозможно. То есть, по сути, эта проблема решается в новой хронологии при помощи крика «не могло, и все тут». И при помощи мелких подтасовок, скажем, рассчитывается местоположение этих планет на этот день на, ну, без нескольких минут 15 часов. В то время, как, скажем, большинство астрономов, которые пытаются разобраться с этим делом, независимо от Фоменко с Носовским, рассчитывают это затмение на 17 часов. То есть, на тот момент, когда-то вообще уже сила Солнца несколько ослаблена, и когда даже без всякого затмения ту же Венеру в южных регионах очень хорошо видно. Скажем, я много раз бывал в Крыму, и вот уже в 3-5, в начале 6-го, ну, звезды, то есть, звезды планеты видны какие-то как-то почти всегда, без всяких затмений. Ну, самое нелепое во всех этих препирательствах вокруг Венеры состоит в том, что та дата затмения, Фукидидово затмения, которое предлагает Фоменко, 22 августа 1039 года, 44-е затмение Сотого Сароса, тоже являлось кольцеобразным. Понимаете, если Морозовское затмение, оно хотя бы было полным, и оно хотя бы проходило через Грецию, то Фоменковское затмение, которое он подобрал на роль Фукидидовского затмения, было кольцеобразным, и, скажем, лучше всего его было видно где-то в Карфагене. А значит, в Афинах его было видно не намного лучше, чем, скажем, до затмения 431 года, а может быть, еще и хуже. То есть, отсылать к видимости звезд как к решающему аргументу Фоменко не может, потому что это как раз опровергало бы его дату. Чтобы с этой ситуацией как-то разобраться, Фоменко начинает уже совершенно голословно, просто, опять же, на уровне крика, достаивать на том, что затмение 1039 года было полным. Вот хочу я, чтобы оно было полным, потому что мне это подходит. Ну, значит, оно будет полным. Но дело в том, что, опять же, на картинке видно было, что все равно линия полноты этого затмения через Афину и через восточную часть Средиземноморья не проходила. То есть, соответственно, видимость в Афинах звезд при Фоменковском варианте ничуть не была бы лучше, чем при варианте, который он называет Скаллигера-Питавиевской. Ну, при этом аргументация и Морозова, и Фоменко базируется на поиске подходящей триады затмений, подпадающих под Фукидидово описание. Как я уже сказал, что там есть затмение 31 года, 431 года, есть затмение 21 марта 424 года солнечное, есть лунное затмение, относимое научной хронологией к 27 августа 413. И вот Морозов и Фоменко ищут триады сходных затмений, которые бы попадали под описание Фукидида. Морозов нашел триаду 1133, 1140, 1151. Фоменко предлагает триаду 1039, 1046, 1057. Однако они упускают из вида один факт, что нам известна не триада, а несколько более полный цикл затмений, скажем так, четверица. Потому что четвертое затмение, относящееся к тому потоку событий, очень хорошо описанное, описанное непосредственным свидетелем, оно упоминается в эллинской истории знаменитого афинского писателя Ксенофонта, ученика Сократа. Он продолжил историю Фукидида с того самого года, на котором из-за смерти Фукидида его труд прервался. И при этом Ксенофонт описывает в качестве очевидца боевые действия, ведшиеся в Биотии. Это Средняя Греция, спартанским царем Агиселаем, который упомянут во множестве исторических трудов античных того времени. И вот при штабе Агиселая Ксенофонт и находился, потому что он хотя был афинен, он всей душой сочувствовал Спарте и в конечном счете стал в Спарте политэмигрантом. И вот он, находясь в этой Биотии в войске Агиселая, пишет следующее, что когда он находился в ущелье, солнце показалось в форме полумесяца. То есть употреблено то же самое слово минеидис, полумесяц, которое употребляет Фукидид в описании первого затмения. То есть перед нами, несомненно, затмения, которые людьми одной эпохи, одного языка, родившимися в одном городе, с одним культурным багажом, воспринимаются совершенно одинаково. И вот это Ксенофонтовское затмение. Научная хронология относится к 14 августа 394 года. Это 41 затмение 58 Сароса. С максимальной фазой 0,94,19. То есть, в общем, немногим слабее, чем Фукидидово затмение 431 года. Это фактически та же самая сила. Вот, соответственно, это затмение по абсолютно корректно стыкующейся хронологии Фукидида и Ксенофонта должно произойти 37 лет спустя после Фукидидово затмения. Соответственно, у нас есть не три затмения, а четыре. Четыре опорных точки. И вот, давайте теперь это сопоставим с Морозовской триадой. На 1170 год, то есть, через 37 лет после Морозовского первого затмения 1133 года, приходится два затмения, из которых одно полное. Вообще, лучше всего видно в районе где-то Гавайских островов. Где-то вот как-то вот можно подвигать, опять же, дать Морозову некоторую фору. И все равно лунная тень будет находиться где-то между Японией и Чили. То есть, исключительно на Тихом океане. Придется предположить, поскольку в рамках, как бы, теоретических построений новой хронологии, там, и Фукидида, и Ксенофонт, и все прочее, это средневековые или ренессансные такие поддельные авторы, то, видимо, труды Ксенофонта вот на, как бы, оттическом греческом языке подделывал какой-то папуаз. Давайте теперь посмотрим на то, как сопоставляется тоже Ксенофонтово затмение с Фоменковской триадой. В 1076 году, то есть, через 37 лет, после 1039 года, мы обнаруживаем либо полное затмение над Гавайями, то есть, опять же, какой-то папуаз, либо кольцеобразное над африканским рогом, ну, то есть, не папуаз, а, как теперь говорят, афроафриканец. Ну, опять же, если дать Фоменко маленькую фору, большую он не заслужил, то все равно мы получим Японию, Северную Африку, Канаду, то есть, в любом случае затмение, которое приходилось бы на Грецию или на Восточное Средиземноморье, либо хотя бы, скажем, на Восточную Центральную Европу, мы не получаем. То есть, если мы вместо трех фукидитовских затмений берем четыре затмения из трех фукидитовских и одного ксенофонславского, то предлагаемые Морозовым и Фоменко последовательности полностью разваливаются. В то время, как в рамках именно астрономической хронологии, не будем сейчас говорить о хронологии как бы исторической, фактически в рамках астрономической хронологии, четверка затмений, 431-й, 424-й, 413-й лунная, 394-й существует абсолютно корректно, и вот всеми, как бы, всеми программами, всеми каталогами затмений мы ее легко находим. Соответственно, что делает Морозов с ксенофонтовым затмением, которое мы только что обсуждали? Он его относит к 15 апреля 386 года нашей эры. То есть, представьте себе, получается, что некий, на секунду хорошо примем гипотезу о подделке, автор книги Фуки-Дида и автор книги Ксенофонта описывают одни и те же потоки событий, одних и тех же героев, одни и те же места, их истории сопоставляются в единую общую взаимосвязанную линию в описании одной и той же войны и последовавших за ней событий. То есть, это одна и та же вселенная. Даже, допустим, если это вымышленная вселенная, это одна и та же вселенная. И вот при этом, тот автор, который пишет за Фуки-Дида, описывает астрономическую картину 11 века. А тот автор, который пишет за Ксенофонта и описывает события после тех, которые описал Фуки-Дид, описывает астрономическую картину 4 века нашей эры. Ну, понимаете, при этом, замечу еще раз, что хронологические построения того самого проклинаемого фоменковцами Питавия, они абсолютно остаются корректными. То есть, у него погрешность максимум на год. То есть, для того, чтобы объяснить такую абсурдную ситуацию, почему вот Фуки-Дидовские и Ксенофонтовские затмения ложатся на одну линейку идеально, в то время как фоменковско-морозовские затмения, они тут же разваливаются, придется построить такую сложную, бессмысленную теорию, что после этого уже ни о какой научной методологии речи вести не придется. Потому что вся научная методология базируется, в общем и целом, на принципе бритвы Акама. Что если у тебя есть простое, ясное и четкое объяснение, то не следует прибегать к сложному, запутанному объяснению, где одна гипотеза объясняет другую гипотезу, а та объясняет третью гипотезу и так далее. В данном случае, при предположении, что Фуки-Дид и Ксенофонт – это авторы V-IV веков до нашей эры, жившие в Древней Греции и видевшие те затмения, которые мы по астрономической хронологии относим ко времени их жизни, она абсолютно корректна и все концы сходятся. При Морозовско-Фоменковской хронологии, какую бы из них двоих мы ни брали, скажем, начинает разваливаться астрономическая хронология, ну и возникают неразрешимые противоречия в интерпретации текста. То есть речь уже идет не о какой-то серьезной научной гипотезе, речь уже идет просто о самоподдержке изначально возникшей у Морозова ошибки. Ну, на этом с астрономией и с затмениями покончим и перейдем ко второй теме, а именно к так называемой математической статистике, применяемой Фоменко-Носовским для анализа нарративных, то есть повествовательных исторических текстов. На самом деле никакой методики, в общем-то, нет. Есть определенная техника подгонки, подгонки под результат, который задан, опять же, еще Морозовым, а именно должно получаться так, что императоры ранней Римской империи. Это то же самое, что императоры поздней Римской империи, с которых, собственно, ранние императоры исписаны. И вот, исходя из вот этой Морозовской гипотезы, возникает так называемая теория династических потоков, то есть цепочек исправителей, которые можно сопоставить между собой и якобы длительность их правлений. Ну, и как-то общие черты содержания их исторической деятельности будут представляться между собой похожи. Фоменко вот довел поиск дубликатов между историческими персонажами, между разными династиями, вот до абсолютного просто предельного абсурда. Он сопоставляет германских императоров с иудейскими царями, династию плантагенетов с династией палеологов. Ну, и в конечном счете приходит к суждению, что все исторические хроники прошлого, а надо понимать, что исторические хроники это очень условный термин, потому что каждая историческая хроника, каждый исторический нарратив относительно каждой конкретной династии составляется из десятков, если не сотен согласованных между собой текстовых элементов. Но на самом деле о том, насколько много этих исторических источников мы еще поговорим в следующий раз, но тем не менее. Так вот, он утверждает, что вот все эти хронологические линии представляют собой вариации всего четырех исходных хроник, которые просто много раз отражены, искажены и так далее. Ну, и получается, что император Август это император Константин и так далее. Сейчас в последней книге Фоменко и Носовского, которую я видел, где они попытались изложить нечто вроде учебника по той реальности, которая возникла в новой хронологии, у каждого исторического персонажа получается по два десятка дубликатов. Ну, впечатление о убедительности этих последовательностей достигается, в общем, при помощи обычных приемов как бы вот для воздействия Фоменко и Носовского на читателя. То есть, это информационный спам, это перегруженности сложным изложением, когда читатель уже теряет объяснительную нить и хочет получить только конкретные выводы, а также это прямые манипуляции цифрами. То есть, манипуляции начинаются уже на уровне предварительно предполагаемой методологии. Скажем, Фоменко называет династией любую последовательность из 15 правителей. Любую. Даже если они не состоят друг с другом в родстве, даже если они не состоят друг с другом в преемстве, даже если они находятся во враждебных друг с другом отношениях, все равно их выстраивают в одну так называемую династию, что уже позволяет просто безгранично манипулировать материалом. Дальше. Фоменко, собственно, опять же здесь начальником этой ереси был Морозов, разрешает сам себе предположить, что летописец поменял местами правление каких-то более-менее рядом стоящих правителей. Или же разделил правление одного правителя на несколько частей, так как тот, к примеру, получил новое прозвище. Или, наоборот, слил в одно правление несколько. То есть, грубо говоря, тем самым новые хронологи получают возможность манипулировать своими цифрами вообще безгранично. Так как там, где цифры из одной колонки не подходят к цифрам из другой, их можно просто разделить на несколько частей, так как нам удобно. То есть, в итоге создается картина, что, скажем, если в одной династии правитель номер два правит 10 лет, а в другой правитель номер три правит 10 лет, значит, это просто они поменялись местами, ничего особенного. Если, скажем, в сопоставляемых династиях правители 4, 5 и 6 правили 10, 15 и 5 лет, а в другой сопоставляемой династии есть один правитель, который правил 30 лет, то первых, как бы, правителей из первой династии можно слить вместе и получить те же самые 30 лет. Смотрите, как у нас красиво все совпало. Мы вот давайте с вами разберем два случая подобных манипуляций. Вот случай, с которого все это началось, стало утверждение Николая Морозова о том, что ранние римские императоры от императора Августа являются отображением поздних римских императоров от Константина Великого. Ну, на самом деле, выяснить, правда это или неправда, есть подобные, как бы, сопоставления и последовательности или нет, ну, очень просто. Берете, как бы, любую книгу с указанием череды правлений римских императоров, выписываете столбиком все длительности правлений, скажем, заключаете в скобочке эпохи, когда правило одновременно несколько императоров, там легально или нелегально, преимущественно легально, выносите отдельно линии западной и восточной римской империи и просто вот смотрите. Если где-то вам попадаются две одинаковых цифры, ну, например, там 21 или 23, то идут следующие за этим пять цифр. Совпадают или нет? Похожи они хотя бы или не похожи? Все очень просто. Выясняется, что ни одной корректной последовательности из пяти элементов вы просто в этом списке не найдете. А последовательность из четырех элементов, более-менее похожая на что-то правдоподобное, есть ровно одна. Это следующее совпадение. Император Тиберий, правил 23 года, обычно описывается как скрытный и жестокий. И император Констант, правил 24 года, тоже описывается как скрытный и жестокий. Есть, правда, деталь, которая состоит в том, что большую часть времени правления Константа, он был сыном Константина Великого, он правил вместе с братьями. Просто он как бы описывается как последний из правителей. Дальше. Каллигула, 4 года, безнравственный негодяй, чудовище, умер насильственной смертью. Юлиан, отступник, 2 года, ну, согласитесь, почти то же самое, что 4. Высоконравственный человек, интеллектуал, но при этом враг христианства. Антихрист и умер насильственной смертью. Дальше идет за Юлианом, отступником, христианин Ювиан, кроткий человек, который правил всего один год, и поэтому найти параллели ему нельзя. По всему случаю еще Морозов, который первый придумал этот метод шульерства, просто передвинул Ювиана в другое место после императора Валента и на другой линии после императора Нерона, отождествив со сменившим Нерона Гальбы. Это уже откровенное натяжение совы на глобус. Дальше. Император Клавдий, 13 лет, описывается как трусливый. Для сравнения, император Валентиниан, 11 лет, описывается как благородный, но недостаточно стойкий в вере. В общем, тоже можно списать на трусливого. Нерон, 14 лет, нечестивый злодей, гонитель христиан, умер насильственной смертью, будучи разгромлен врагами. Валент, 14 лет, нечестивый злодей, гонитель православных, умер насильственной смертью, разгромленный врагами в битве, был убит в битве с готами. Вот эти 14 лет Валента по сравнению с Нероном выглядят очень и очень неплохо. То есть, вот так вот вкусно выглядит. Если не знать одного факта, что императоры Клавдий и Нерон описываются как правившие последовательно, то есть, 13 лет Клавдий, 14 лет Нерон, а вот Валент правил 14 лет, только если учитывать уже посчитанное один раз его соправительство с Валентинианом, которое длилось 11 лет. А без соправительства Валент правил всего 3 года. Вот так вот. То есть, на самом деле, Валента уже посчитали два раза. На самом деле, его посчитали еще несколько раз. Сейчас вот даже я найду, где у меня было это записано. Вот, ну, в общем, его посчитали три раза в общей сложности. То есть, сначала его считают, как Фоменко его считает, как участника соправительства Клавдия и Евнуха Паланта. Интересно, почему только Паланта, если в описании Клавдии есть еще и Евнух Нарцисс. Вот, потому что Палант по логике, опять же, народной лингвистики в рамках новой хронологии звучит, на его взгляд, похоже на Валента. Это первый раз, когда посчитали Валента. Во второй раз его посчитали, как Нерона. И в третий раз его посчитали, как участника соправления Валентиниана, Валента и Грациана, аналогичного соправлению Нерона, Бурра и Сенеки. То есть, как бы, когда помощников Нерона записали в его соправитель. То есть, трижды, трижды посчитали одного и того же Валента один и тот же отрезок времени. Вот представьте себе, что вы играете в карты, и перед вами выкладывают трех бубновых королей. Вот, что дальше как, дальше все как в анекдоте. Ну, так подсвечникам же надо, подсвечникам. Вот тут тоже возникает вопрос о подсвечнике сам собой. Вот, а дальше, после Валента и Нерона, соответственно, все последовательности разваливаются от слова совсем, и начинается уже даже игра не в шулерской в карты, а в наперстке. Так, например, императору Трояну, Морозов и Фоменко сопоставляют восточного римского императора Аркадия. А преемнику Трояна, Адриану, сопоставляют не преемника Аркадия, Феодосия Второго, что было бы логично, а западного императора Гонория, правившего одновременно с Аркадией. Дальше, Антонину Пию, одному из самых, кстати, мирных императоров в римской истории, сопоставляют полководца Аэция, который вообще никогда не был императором. Ну, при этом даже с Аэцием обходится не совсем порядочно. Заявляют, что он правил то ли с 423 по 44, то ли с 423 по 438, то есть то ли 21 год, то ли 14 год лет, и его правление считается закончившимся с началом правления Валентиниана III. Но на самом деле Валентиниан III не в 438, не в 444 не стал более правителем, чем он был с самого начала. Он с самого начала был императором, а как бы без Аэция начал править гораздо позднее. И вообще, присчитывать ему правление именно с 438 года потребовалось только потому, что Морозову захотелось этого, в общем, ничтожного, слабого, подлого человека сопоставить с императором-философом Марком Аврелием. Но Аэций, он после того, как Фоменко и Морозов перестали его считать правителем, никуда не делся. В 451 году он разбил гунов на каталунских полях. Вообще, одна из самых известных битв в мировой истории. Одна из самых судьбоносных. И только в 455 году он был убит Валентинианом. Ну, и, соответственно, либо Аэций вообще не правитель, и тогда его с Антонином Пим сопоставлять бессмысленно. Вот. Либо он правил 32 года. И тогда он правил гораздо дольше Антонина Пим. Ну, в общем, здесь мы уже обнаруживаем полный комплект всех возможных шулерских приемов, которые мы только знаем. Вот еще одна такого же типа псевдопоследовательности, псевдостатистика, которую мы можем сопоставить, это очень важная для Фоменко и Носовского тема сопоставления великих князей всея Руси, великих князей Владимирских, и императоров Священной Римской империи, точнее, римских королей, Рекс Романорум, которые Фоменко называет династией Габсбург. Вот русских государей Фоменко, соответственно, считает царями-ханами, то есть он их всех отождествляет с ханами Золотой Орды, что приводит к довольно смешным, в общем, историям. А всех Рексов Романорум за определенный период Фоменко объявляет Габсбургами, что вообще есть абсолютная ахинея, потому что римский король, как император Священной Римской империи, каковым римский король становился после того, как он приходил в Италию, его там короновал Папа Римский, это была выборная должность, специальные князья-электоры выбирали каждый раз нового короля, который потом превращался, либо не превращался в императора, и, соответственно, римские короли принадлежали к разным династиям. Скажем, в этих Габсбургов Фоменко записали представителей династии Габсбургов, Габсбургов, Люксембургов, Виттельсбахов и Нассау, то есть это представители четырех династий, в то время как все русские великие князья, они за сопоставимый период принадлежали к числу потомков Александра Невского, ну и, точнее, Ярослава Всеволодовича, и по большей части принадлежали, соответственно, к роду московских князей, восходящего к Даниилу Московскому. Ну и что получается? Давайте вот посмотрим, как, насколько корректно они сопоставляют эти два ряда, в котором, напомню, заявляется, что Габсбурги являются просто проекцией русских великих князей, князей ханов, великий русско-ордынский хан был объявлен австрийским императором Габсбургом. Это прямая цитата из книги «Руссия и Рим», том 2, страница 8. Ну, начинается все действительно с очень впечатляющего совпадения. Рудольф Габсбург, 1273-91. Первый Габсбург на престоле, как бы, священной римской империи. Правил 18, на самом деле, 17 полных лет. А сын Александра Невского, Дмитрий Переславский, 1276-94, правил тоже 18 лет. На самом деле, правда, конечно, 15, потому что его дважды свергал его брат Андрей Городецкий, что отлично описано в романе Дмитрия Балашова «Младший сын». Андрею Городецкому, 294-304, аналогов Аменко просто не находит. И, соответственно, дальше вся династическая техника дает первый сбой, потому что уже сопоставляются неверные порядковые номера. Зато вот святому Михаилу Тверскому 1305-1318, напомним, он являлся по логике Фоменко-Иносовского царем-ханом, то есть он сам себя казнил в Золотой Орде, то есть себя в качестве Михаила Тверского казнил будучи там ханом-узбеком, сам себя. Они сопоставляют целых двух римских королей. Адольфа Насауского, 6 лет правившего, и Альбрехта Габсбурга, 9 лет правившего. То есть, получив, как бы, суммировав этих двоих, они получают 15 лет, но только при этом подтягивают Михаилу Тверскому лишние 2 года, а 15 вместо действительных 13. Юрию Даниловичу Московскому, который был великим князем 4 года, 1318 и 1222. Сопоставлен Генрих VII Люксембург, правивший тоже 4 года, 1308 и 1313. Ура! Победа, наконец-то, и так далее. И тем большая победа, что почти одинаковое, действительно, описание правлений. Потому что Юрий Данилович был сначала отстранен ханом от великого княжения, то есть, видимо, сам собой отстранен. А потом зарублен Тверским и великим князем Дмитрием Грозные Отчи. А Генрих был отравлен в Италии. И поскольку в условиях итальянской жары разобраться с его трупом было никак невозможно, то его рыцари отсекли ему голову, а тело сожгли на медленном огне до костей. В общем, согласитесь, почти то же самое. Дальше уже шулерство вот таких вот размеров просто. Иван Калита, правивший 12 лет, 1328-40. Симеон Гордый, 1340-53, 13 лет. Иван Красный, 1353-59, 6 лет. Объединены три отец и два сына в одного единого правителя, правившего якобы 31 год. И вот этот вот триглав сопоставлен с Людвигом Баварским, который пробыл римским королем 33 года. То есть, во-первых, перед нами налицо очевидное жульничество, во-вторых, после этого сбой порядковых номеров в одной династии, порядковых номеров в другой династии, достигает уже критических значений, то есть, сопоставлять корректно абсолютно невозможно. Дальше, в Габсбургском списке, где он под номером 7, идет Карл IV Люксембург, 1346-1378, знаменитый король Чехии, в честь которого Карлов мост и все такое. Вот, он правил 32 года. Для того, чтобы получить хоть что-то сопоставимое, берутся Дмитрий Донской, правивший 1363-1389, и предшествовавший ему Суздальский князь из другой ветви русских князей, Дмитрий Суздальский, которому княжение было отдано из-за малолетства Дмитрия. 1360-1363. В результате получается 29 лет. То есть, вот такая небольшая подгонка, и все получили. Ну, а дальше не повезло, потому что в следующем пункте уже даже подгонку корректную не сделаешь. Сын Дмитрия Донского, Василий I, правил 36 лет, 1389-1425. А сын Карла IV, Вацлав, под именем Венцель, правил 24 года, 1376-1400. То есть, расхождение 12 лет, это, в общем-то, многовато, уже дав для любой, даже для фоменковской, что называется, хронологии и так далее. Снова начинаются манипуляции с Василием Темным, правил 1425-162 с перерывами, так как он правил 37 лет, но приходится с ним сопоставлять, чтобы получить сопоставимые цифры, Руприхта Фальцкого 1400-1410, 9 лет, и Сигизмунда 1410-1437, правившего 27 лет. Только если их суммировать вместе, получится какой-то аналог Василия Темного. И что тогда делается? Тогда берется Юрий Звенигородский, дядя Василия Темного, который оспаривал у него престол, и который сумел захватить его два раза в 1933-1934 годах в общей сложности меньше, чем на год. И записывается этот Юрий Звенигородский, правившим на Руси 9 лет, 1425-1434. Вот. Но для радости полной Дмитрия Шемяку, который также дважды захватывал у Василия Темного престол, а потом был отравлен поваром, Фоменко соотносит с Альбрехтом Австрийским, который тоже правил полтора года и умер от дизентерии. А вот дальше происходит, ну, откровенно говоря, даже не математическая, а арифметическая катастрофа. она состоит в следующем, что Иван Третий, который правил с 1462 по 1505 год, 43 года, он, его приходится соотносить с Фридрихом Четвертым, как римский король, и Фридрихом Третьим, как император Священной Римской империи, который правил 53 года, 1440 и 1493. То есть, 43 приходится сопоставлять с 53. И вот настолько это по-человечески обидно, настолько вот неприятно вот это различие в 10 лет, что на него решено просто забить. в методах анализа статистических текстов Фоменко-Носовский написали Иван Третий Васильевич Великий 1462 1505 53 года. Иногда ему приписывают 43 года правления. То есть, вы академик Академии наук России по отделению математики из 1505 вы читаете 1462 получаете 53 и постите это из книги в книгу в течение больше там 15 лет. Только вот в самых последних изданиях уже эта ошибка исправлена. Они начали писать 43, потому что видимо кто-то им сказал, что это уже совсем безобразие. Вот скажем еще в книге Руси Рим, где которая есть у меня 2007 года, там указаны эти 53 года. То есть, когда вы захотите стать академиком РАН по отделению математики, помните, для этого нужно только одно. вычитая из 1505 1462 получать не 43, а 53. Вот тогда все сложится. Но дальше начинается совсем цирк. Василий III 1505 1533 правивший 28 лет сопоставляется Фоменко Носовским с Максимилианом Габсбургом 1486 1519 с его 32 двумя годами. Ну, после того, что мы уже видели, ну, 4 года, ну, это уже фигня, это уже ничего страшного, ну, вот, ерунда. Но вот есть проблема. Эти государы были не просто современниками, они еще и обменивались посольствами, в одном из которых на Русь прибыл Сигизмунд Герберштейн, знаменитый дипломат, который, на несчастье Фоменко и Носовского, еще и оставил после себя книгу, записки о Московии, очень подробно описав Россию, русский престол, в частности, Василия Третьего и так далее. Фоменко и Носовский постоянно ссылаются на Герберштейна, ни разу его ни в какой фальсификации не обвиняя. Слова известного автора XVI века посла Габсбургов в России Сигизмунда Герберштейна. Руси Рим том 1 страница 891. По свидетельству Сигизмунда Герберштейна, немецкого дипломата XVI века, автора записок о московских делах. Руси Рим том 2 страница 18. Некоторые представления об этом может дать книга автора XVI века Сигизмунда Герберштейна записки о московии. Тот же том страницы 613. И вот у этого как бы ни секунды не подозреваемого в фальсификациях Фоменко и Носовским автора очень активно используемого до той степени, что один из наших крупных историков этой эпохи Хорошкевич написала аж Фоменко и Носовскому такое ироническое письмо от имени Герберштейна, что вы меня цитируете, ребята, неправильно. Так вот, у этого автора встречаются постоянно упоминания его посольств от Максимилиана к Василию Третьему и обратно. От блаженной памяти императора Максимилиана было отправлено не одно посольство к великому князю в Москву. Случилось так, что им не было поручено отправиться послом в те страны в Польшу и Литву к королю Зигмунду и в Москву к великому князю Василию. Был некто Василий Третьяк Далматов, который был любим государем и считался в числе самых приближенных его секретарей. Василий назначил его послом к императору Максимилиану и велел готовиться. В 1515 году прибыли к Вену к цесарю Максимилиану Владислав и его сын Людовик король венгерский и чешский и Сигизмунд король польский. Между прочим, цесарь обещал, что отправит своих послов князю московскому Василию для заключения мира между ним и королем польским. Это уже не Фоменко, это уже какой-то Виктор Цой. Я получил письмо от себя к себе. То есть Василий Третий сам себе отправляет послов, сам от себя, как это Максимилиана, принимает послов, обещает третьим лицам сам с собой заключить мир. И обо всем этом рассказывает автор, который утверждает, что видел обоих этих государей лично, с ними обоими регулярно разговаривал, дает им подробнейшие характеристики Сигизмунд Герберштейн, которого Фоменко и Носовский цитируют просто постоянно. Ни в какой фальсификации, еще раз подчеркну, не подозревая и не обвиняя. Но здесь мы сталкиваемся с тем самым эффектом, о котором мы говорили в первой части, что существует две разных новых хронологии. С одной стороны, деструктивная антиисторическая секта, которая все объявляет подделками, с другой стороны, такое как бы фолк-хистери, такая историческая фэнтези господина Носовского, для которой, наоборот, Герберштейн ценнейший источник, которого ни в коем случае нельзя упускать. Ну и закончим вот это сопоставление несчастным государем Иваном Четвертым Грозным, 1533-1584. Его, ну, в общем, он заслужил, как бы, тот еще тоже был тиран, конечно, но он заслужил, конечно, такую участь, его Фоменко и Носовские четвертовали, то есть, разделили на четырех Иванов. Иван Четвертый, 1547-53, Дмитрий, 53-63, потом Иван Пятый, 63-72, и, наконец, Симеон, 72-84. Но почему-то при этом сопоставляют с императором Карлом Пятым, который правил 37 лет, 51 год Ивана Четвертого целиком, то есть, не четырех, не четырех Иванов, а вот этого самого одного. Правда, его правление почему-то считают не с датой, как бы, его фактического начала с правлением, а с провозглашением Ивана царем с 1547 года, после чего, действительно, до конца правления четвертого из Иванов получается 37 лет, которые можно сопоставить с Карлом. Но, правда, царский титул, это аналог император, А вот императором Карл стал фактически только с 530 года, когда короновался, то есть, он правил 26 лет. Опять все разваливается. Не говоря уж о том, что там либо вас четыре, либо вас один. Как-то сложно все вместе. Но дальше получается еще хуже, потому что преемников Карла, фердинанда первого, 556-564, сопоставляют с мифическим Иваном V, 563-572, а Максимилиана II, 564-572, с Симеоном Бекбулатовичем, 572-584. То есть, понимаете, Иван IV посчитан еще два раза для сопоставления с преемниками Максимилиана. Но если этих вот двух посчитанных Ивана V и Симеона Бекбулатовича вынуть из предыдущего сопоставления с Карлом V, то в этом случае опять же не получится с таким трудом на считанных 37 лет. Получится всего 16. Ну вот, мы попробовали с вами проработать детально методологию Фоменка. Что мы получаем? Что всего в трех пунктах из 16 ну получаются хоть какие-то корректные совпадения без очевидных натяжек, без манипуляций и так далее. В 13 в 13 пунктах из 16 либо совпадение не получается вообще, либо оно достигается при помощи перестановок, слияний, поглощений и других способов шулерства. И это не говоря уж о великой математической ошибке, когда 43 года ловкости рук превращаются в 53. Ну, я думаю, что на этом факте уже как бы все становится совершенно с математическими методами Фоменко понятно. Если что-то еще непонятное или изложение было сложное, заходите на сайт Царьграда, где я вот нашу сегодняшнюю беседу опубликую в качестве статьи. Понятное дело, что текст читать гораздо проще, чем слушать это все в устном изложении. А в следующей нашей беседе, которая, я надеюсь, будет заключительной по циклу разбора новой хронологии, мы уже поговорим о более философских концептуальных вопросах. Скажем, возможно ли была технически подделка античных трудов, античных авторов в эпоху Ренессанса? Скажем, насколько корректен тезис, что в истории не может быть такого вот провала в развитии культуры, техники и так далее, который нами описывается как темные века. Фоменко и Носовский категорически отрицают, что вообще такие явления как темные века возможны, и на этом основании говорят, что никакой античности с высокой культурой, после которой наступила средневековая низкая культура, быть не могло. Вот мы разберем такие общефилософские вопросы, которые касаются уже не только Фоменко и Носовского, но и их эпигонов, Голковского и многих других людей, которые утверждают тезис о поддельности истории, я думаю, что это в общем даже в каком-то смысле будет более интересно, чем предыдущие две части, так как мы уже не будем привязываться к очевидно бредовой теории, а будем говорить о серьезных вещах, связанных с философией истории и с методологией, скажем, текстологией ее изучения. Вот, ну а пока до свидания, до следующей встречи, всего доброго, с вами был Егор Холмогоров на лайв-стриме телеканала Царьград. Редактор субтитров А.Семкин